доброе утро дорогие друзья а у нас холодно плюс 4 всего-навсего ну так сказал и владимир георгиевича саша в квартире во всяком случае не холодно очень даже хорошо и солнышко и солнышко будет вообще на неделе это плюс 20 21 в общем хорошая комфортная прекрасная температура ребята мне ребята прислали рецепт из кирсона александр и аннушка очень интересный рецепт быстро завтрака я решила его приготовить сегодня но естественно немножко хочется добавить своего хотя очень оригинальный рецепт что мне надо мне надо 100 грамм мелко натертого точно по их рецепту сейчас расскажу как они мне порекомендовали сделать 100 грамм мелко натертого сыра твердого надо расплавить на сковородке его взбить два яйца с двумя столовыми ложками молока то бишь сделать омлетную смесь и когда сыр расплавится залить этой смесью сыр расплавленный накрыть крышкой и там зависимости короче надо наблюдать они тоже написали что надо наблюдать и как только там она все схватится по края по краям обойти сковородочку чтобы не прилипло сложить пополам и подавайте это очень вкусно я даже уверена что это вкусно но у меня остались ребята как обычно у меня остались жареные грибы да что ж такое зеленым лучком не с таким и зеленым лучком и куриная грудка я когда все это вот залью омлетной смесью посыплю грибочками куриной грудкой и зелень петрушка и укроп я думаю что будет тоже вкусно но не вкусно значит тогда приготовлю по по их рецепту но короче основа их и я уверена что будет очень очень вкусно разбиваю я сейчас я все приготовлю а потом перейдем в рабочую зону так два яйца я все-таки немножечко присолю но сыр-то соленый но все равно сначала я так сделаю такое присолю при перчу забью там у меня сырнички уже жарятся творожок надо употреблять обязательно поскольку у меня саня все едят кроме саши просто так творог он не любит так значит и добавляю две столовые ложки молока вот так котик уже тоже молочком попил сейчас он уже ждет пока она нагреется летом холодная хлебал сейчас ждет когда она греется и переношу значит вот это вот одна порция у меня уйдет это перепо это все переполовину все переходим в рабочую зону сковородочка у меня греется ребята сковородка должна быть сухая ниже без жира но у меня в принципе тут жира нет сейчас его сюда тоже остатки но как-то мне стремно на сухой потому что она у нас не такой уж анти тут пригарное покрытие так что высыпаю сыр вот так и начинаю его плавить сейчас вообще не поймешь что покупаешь сыр сырный продукт не знаю такой огонек сделаем умеренный вот можно было взять поменьше конечно все сыр растаял заливаю смесью омлетной выкладываю чуточек грибочков сюда же грудку куриную копченая вареная кто же диету соблюдает взберет вареную вообще сюда можно мне кажется тоже что угодно так и сюда же зеленушечки вот так все накрываем крышкой и караулем да там сырники так ребята теперь по рекомендации пройдем вот так вот по краю ножичками правильно чтобы от стеночек отстала все и попробуем это дело завернуть пополам хотя бы что получилось сложить а я сейчас с двух сторон вот так вот тоже красивенько будет просто видите с одной стороны было видимо больше сыра подтек больше это не важно сейчас вот так все и выкладываю уже на тарелочку и буду сервировать ну вот ребята видите буквально десять минут и завтрак готов на вкус сейчас скажет что спасибо большое за рецепт аннушке александру городу херсону всему привет пожалуйста передавайте вот всего вам хорошего ребята хорошего настроения хорошего аппетита бодрости духа не унывать никогда быть оптимистами надеяться только на хорошие я уверена все будет хорошо плохо не должно быть всего вам доброго и приятного всем аппетита так ну что друзья давайте сейчас все это дело попробуем но выглядит отлично во всяком случае не знаю на вкус но невкусному там тоже быть нечего поэтому сыром пахнет без чеснока заметьте начинка еще попробую а то мне краешек блок без начинки даже пытается тянуться а чтобы мы не тянутся с грибочками ребят ну с грибочками это вообще представляете яичница с сыром не яичница с сыром с грибочками и ветчинкой отлично в общем все не буду я долго тут ничего рассказывать я буду все это доедать сырники ну сырники как сырники мы уже показывали как их делать без маслинки капуста но сам вот эта вот штука вот такая вещь слюни текут так что все ребятки я буду доедать ну а вы как всегда подписывайтесь на канал ставьте лайки и мы еще обязательно что-нибудь приготовим куда-нибудь съездим и все вместе с вами посмотрим все ребятки пока до новых встреч